Волшебные карандаши А сегодня мы познакомим вас с самыми лучшими друзьями волшебных карандашей кисточками и красками Кисточки бывают разные, но лучше рисовать вот такими Посмотрите Вот эта кисть круглая, с острым кончиком но в то же время мягкая и пушистая А эта похожа на острый карандаш, но тоже мягкая и пушистая А это краски акварельные и гуашевые Добавляем воды и можно рисовать О том, как правильно пользоваться красками и держать кисточку вам расскажет наш художник Лариса Петровна Пирогова Здравствуй, рисовашка! Здравствуйте! Ты приготовился к занятиям? Конечно, у вас кисточка, а у вас краски А что это ты здесь делаешь? Как что? Рисую! Только правило, кисточка не рисует! Да ты посмотри, что ты с кисточкой сделал! Она на тебя обиделась, поэтому она и не рисует! А что же делать? Во-первых, кисточку нужно в руку взять правильно За деревянную часть тремя пальчиками На один пальчик мы кисточку кладем, а двумя пальчиками придерживаем Затем опускаем кисточку в водичку, но не всю кисточку И смачиваем красочки, чтобы они у нас лучше рисовали А во-вторых, на кисточку ни в коем случае нельзя сильно нажимать Ага! Так, чтобы мне такое нарисовать? А можно я нарисую шарики и подарю их маме? Конечно! Вот тебе чистый листок и две кисточки Хм! А зачем мне две кисточки? Хм! Я возьму одну тоненькую! Ну-ка, ребята, посмотрим, что же он сможет сделать с одной тоненькой кисточкой Пожалуйста, рисовашка, только возьми кисточку правильно в ручку Молодец! Так! А мы будем... Что же у него получится? О-вторых! Так! Так! О-о-о-о! Нет! Долго! Дайте лучше толстую кисточку Хорошо, рисовашка, сейчас мы тебе дадим толстую кисточку И посмотрим, как ты закончишь рисунок толстой кисточкой Разве можно так давить на кисточку? Ребята, рисовашка никак не поймет, как правильно работать кисточкой Ты приподними ручку немножечко Приподними над бумагой И рисовать надо так, как будто кисточкой кладешь бумагу Ну-ка попробуй рисовашка Вот, молодец! Теперь у тебя хорошо получается Молодец! Ребята, внимательно смотрите Как он закрашивает шарик Хороший шарик получился у рисовашки Так, теперь я нарисую ниточку, чтобы шарик не улетел Ну-ка посмотрим, какая у него получится ниточка О-о-о! Ого! Вот это ниточка! У-у-у! Такая толстая! Теперь ты понял, рисовашка, что каждая кисточка имеет свое назначение Она выполняет разную работу Толстая кисточка рисует пятно А тоненькая кисточка рисует мелкие детали Ниточки, узоры Хм, понял! А вы, ребята? Ребята, теперь вы знаете, что и как можно рисовать толстой и тонкой кисточками И я надеюсь, что этот урок поможет вам в рисовании А свои рисунки на любые темы присылайте нам по адресу Улица Советская, дом 63 Волжский телевизионный канал Рисовашке или мне, Алине Голубевой Ну и это еще не все Уважаемые мамы, папы, бабушки и дедушки Приготовьте, пожалуйста, к следующему уроку Кроме красок, полотенца и тазик с водой Для своего юного художника И постарайтесь провести этот урок вместе с ним А я желаю вам творческих успехов До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok